Доброе утро! На телеканале Хабар Новости в студии работает Вера Негри. В казахстанской столице продолжается Астанинский экономический форум. Восьмая по счету встреча собрала ключевых лидеров, экспертов и бизнесменов со всего мира. Сегодня ожидается основное пленарное заседание под председательством президента Нурсултана Назарбаева. Сейчас в столичном дворце независимости находится наш корреспондент Назым Тенельбаева. Назым, здравствуйте! Чего ждать от второго дня форума? Доброе утро, Вера! Сейчас в столичном дворце независимости многолюдные эксперты едва ли не со всех уголков мира в предвкушении старта пленарного заседания с участием президента страны Нурсултана Назарбаева. Уже можно сказать, что дан старт второго дня форума. В мероприятии принимает участие порядка трех тысяч представителей политических, экспертных и деловых кругов. Причем здесь не только обсуждаются актуальные темы, но и решаются конкретные пути решения. В течение дня ожидается проведение дискуссии национальных чемпионов, Европейский региональный форум, где будут обсуждаться вопросы таможни и бизнеса. Также третий международный форум «Шелковый путь. Развитие евразийского энергетического водного транзитного потенциала». Еще одна ключевая тема форума — Экспо-2017 «Энергия для устойчивого развития». Стоит отметить, что в течение всего дня в холле Дворца независимости будут проводиться агро-выставка, а также выставка инновационных технологий. Вот сейчас мне слышно, что президент уже заходит в сдал, где все участники ждут его выступления, поэтому предлагаю прерваться и посмотреть основную панельную дискуссию сегодняшнего дня. Вера, мы следим за развитием событий. Спасибо, Назым. Я напомню, наш корреспондент Назым Тенельбаев рассказала о том, какие мероприятия планируются сегодня в рамках Астанинского экономического форума. Мы продолжим выпуск. Ученые Восточно-Казахстанского государственного технического университета четко видят свою роль в реализации плана действий «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства». Современная экономика требует квалифицированных кадров. Чтобы обеспечить ими страну, в ВУЗе намерены внедрять в процесс обучения новейшие технологии и делиться опытом с другими учебными заведениями. Госуниверситет входит в десятку лучших. Здесь готовят специалистов для ведущих отрасли экономики. Чтобы наша страна выглядела на таком высоком уровне в числе 30 развитых стран мира, для этого надо развивать экономику, вообще управление государством и демократическое общество должно строиться. И как ученые мы тоже должны выносить свой вклад в развитие экономики. План «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» предусматривает конкретные действия для справедливого и открытого судопроизводства. В Казахстане ужесточаются требования к кандидатам на занятия судейских должностей. К примеру, претендент должен будет иметь не менее пяти лет стажа. Кроме того, кодекс этики судей позволит казахстанцам обжаловать действия служителей Фемиды в специальном судебном жюри. Эксперты отмечают, реформы помогут повысить уровень доверия населения и профессионализма самих судей. Большая эффективность, наверное, будет от того, что будущие судьи обязаны будут проходить годичную стажировку. Это должны быть обязательно выпускники судебной магистратуры, обязательно должны проходить испытательный срок. Мы надеемся, что вот такой подход к подбору судейских кадров будет способствовать только улучшению и укреплению судебной власти в Республике Казахстан. Экспо-2017 – это прекрасная возможность для Казахстана показать себя одним из основных центров глобального мира. Об этом в интервью нашему агентству заявил экс-премьер-министр Израиля Эхуд Барак. По его мнению, создание в Истане финансового центра станет окном для проникновения на казахстанский рынок высокотехнологичной экономики и новых финансовых инструментов. «Я думаю, что идея создать на месте кампуса Экспо-2017 финансовый центр просто великолепна. Нарастает необходимость в увеличении количества таких мест в мире, вроде тех, что уже есть в Лондоне, Нью-Йорке, Женеве, Сингапуре. Кроме того, миру нужен партнер, кто пользуется доверием Китая и России и одновременно взаимным доверием Европы и США. Все эти факторы вместе взятые делают эту идею как практичной, так и поражающей воображение, с внушительным потенциалом. И, конечно, это потребует огромной работы». Мощное наводнение обрушилось на американский штат Техас. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов. Затоплены дороги и жилые районы. Часть жителей власти эвакуировали, а вот имущество спасти пока не удается. В зоне затопления оказались тысячи автомобилей. Синоптики тоже не радуют. По их прогнозам, в ближайшие дни погода будет становиться только хуже. В Калифорнии на устранение последствий разлива нефти могут уйти месяцы. Об этом заявили власти округа Санта-Барбара после оценки масштабов ЧП. Из-за разрыва нефтепровода на побережье Тихого океана попало около 2,5 тысяч баррелей нефти. Отряды спасателей и добровольцев пытаются минимизировать последствия аварии. В зоне загрязнения введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы жители, запрещена ловля рыбы. Ущерб по предварительным подсчетам составит миллионы долларов. Мы возмущены бездействием государства. Это серьезная экологическая катастрофа. А они не принимают никаких мер по отношению к владельцам нефтепровода. А ведь главное, о чем сейчас надо позаботиться, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Польша готовится ко второму туру президентских выборов. В следующее воскресенье, 24 мая, за главное кресло страны будут бороться действующий лидер Бронислав Комаровский и опередивший его в первом туре оппозиционер Анджей Дуда. Исход выборов предсказать сложно, а обещания у кандидатов схожи как во внешней, так и внутренней политике. По данным социологов электорат, своим большинством на стороне Комаровского, только вот перевес этот весьма незначителен. 47,3% против 47. Будущему президенту Польши предстоит решать экономические проблемы, вызванные кризисом в Европе. Вернемся к событиям в Казахстане. Дождевое орошение решили применить в выращивании кукурузы и бобовых культур в одном из сел Южно-Казахстанской области. Вот посевы уже отдали первые 500 гектаров земли. Новое оборудование крестьянскому хозяйству обошлось почти в 140 миллионов тенге. Катерина Попкова расскажет о сельскохозяйственных экспериментах. Это сейчас на полях по соседству с тракторами гуляют верблюды. Скоро животным здесь будет не место. Их вытеснят новые технологии. Первую в области установку дождевого орошения здесь почти закончили. Раньше с такой технологией, конечно, мы не сталкивались. Это как наша первая технология сборка. Ну, сложного ничего нету. Можно, как говорится, научиться все сделать. В Утражском районе поняли, а рычный полив не очень экономичен. Привезли из Австрии вот такую конструкцию. Испытывать ее начнут на кукурузном поле. Эта установка будет у нас установлена на 133 гектара. Мы ее используем в целях экономии воды и повышения урожайности. Дождевое орошение сократит расходы поливной воды на 50%. Агрономов это радует. Они уверены в этом и есть главный козырь новой установки. Уже осенью с одного гектара земли здесь планируют собрать до 12 тонн урожая. Экспериментируют и на соседнем поле. Здесь решили выращивать арбузы с помощью глубокого рыхления. Нуржан Нурашев из 160 гектаров своих земель под эту технологию пока отдал 20. В сравнении с другими регионами у нас летом температура доходит до 45-50 градусов. Здесь пустынная местность, поэтому нам посоветовали внедрить технологию глубокого рыхления. Она будет влагу держать, урожая будет больше. Каждый год будем наращивать и переходить вот эту новую технологию. Во всех сельских округах с участием всех крестьян производится агроучеба. И там объясняется. В этом году в Утражском районе больше 21 тысячи гектаров отдали под посев. 90% земель по-прежнему обрабатывают за счет естественного полива. А ведь когда-то и капельное орошение было в новинку. А сейчас и оно доказало свою эффективность в борьбе за урожай. Катерина Попкова, Ербалат Абишев, Южно-Казахстанская область. И о футболе. В Истане прошла жеребьевка 1-2 финала Кубка Казахстана. По ее итогам Кайрат, действующий обладатель трофея, сыграет с Таболом. Вторую полуфинальную пару составят Актобе и Астана. Актобе и Табол будут хозяевами в первых матчах. На этой стадии турнира победитель определяется по итогам двух встреч. Первые игры полуфинала пройдут 2 июня, ответные 23 сентября. Актобинский школьник Даниал Сарсингали разработал собственный проект городского парка. По задумке ребенка все развлечения, магазины и даже рестораны будут оформлены в национальном стиле. Над созданием проекта Даниал трудился три месяца. Использовал различные материалы, бумагу, пластик, ткани и войлок. В центральном здании по задумке автора разместятся музей и рестораны национальной кухни. На территории всего парка герои казахских мультфильмов «Алдар Косейгер», «Тостик» и другие. Проект по достоинству оценили и члены жюри конкурса «Детское начало». В центре парка будет фонтан. Он в форме большого орла. Из его крыльев льются потоки воды. Это будет очень красиво. А вот здесь вы видите юрты. Это магазины, где продают национальные сувениры. Гости города могут приобрести подарки. Парк создан полностью в национальном стиле. Продумано все до мелочей, даже развлечения. Можно покачаться на качелях Алтыбахан, поиграть в Тогускомалах. Зона отдыха по задумке ученика создает теплую и такую родную среду.